В продаже советская бритва, модель чайка. Бритва завода Трудовача ЗТВ 1967 года. Одна из самых последних чаек, которые вообще выпускались на этом заводе. Состояние бритвы неплохое. Ранее бритву практически никто не использовал. Заточных фасок практически нет. У бритвы единственный момент это по низу ручки была небольшая трещинка. Я ее пролечил. Сейчас покажу, как это выглядит. А так, в принципе, мелкие следы времени может по полотну есть. Но все тоже было вычищено. Параметры указовы бровей. Это классическая вачевская бритва. 5,8 где-то, выборка близкая к половине. Вот чайка. Модель очень популярная. Их там было всего два вида. Такие вот круглоносые последних, ну 60-х годов. И прямоносые 50-х годов. Ну это я условно называю. Там в разные годы разные выпускались, конечно. Клеймо. На клейме название модели с лицевой стороны чайка. Вот. И с оборотной стороны год выпуска 67-й. ЗТВ клеймо завода. Также на хвостике есть какое-то заводское обозначение. 45. Внутренние заводские маркировки. Состояние у бритвы, в принципе, неплохое. Отличная геометрия. Очень аккуратная фаска. Вправки. В последующей доводке никаких проблем не доставит. Вот. Ну, с лицевой стороны состояние тоже, в принципе, хорошее. Пара точечек буквально есть. Выборка у нее вот такая вот. Ну, такая что-то близко между четвертью и половиной. Ближе к половине, наверное. Скругленный носик. Кромка тоже скругленная. Носики на пяточке, чтобы не резаться. Ну, такая вот. Пин оригинальный. Бритва не разбиралась. Пин заводской, латунный. Без шайбы. Но внутри все тщательно вычищалось. Бритва и сверху, и снизу. Внутри чистая. Зубчики тоже почищены. Вот. Ручка такая, ну, полупрозрачная, можно сказать. На свет немножко просвещается. Такого колбасного цвета. Ближе к оранжевому, наверное. Вот. Клинышка нет, нижнего пина нет. Ну, от завода они так шли. Вот. И вот эта вот трещинка, о которой я говорил, ее, может, почти не видно на видео будет. Тут все как надо. Проклеено, прошлифовано, отполировано. Проблем не доставит. Ручка переживет еще и сам клинок, скорее всего. Ну, естественно, при аккуратном пользовании. Вот. Такая вот бритва. Сейчас покажу, как проходят тесты. Футляра родного в комплекте нет. Но, возможно, именно что-то вачевское я к ней приложу, если найду. Вот. Вариант очень хороший. Сделана она из стали H05. Это хромистая сталь. Рез чуть-чуть агрессивный, может быть, покажется. Но при этом деликатный. Не знаю, будет ли слышно на камеру, такой легкий хруст. Брит будет соответствующим звуком. Так. Такой клац, клац. Ну, вот. Как-то так. И второй тест. Ну, вот так распуск по всей кромочке. Вот так. Все. Бритва из недорогой категории. Кому интересно, обращайтесь. Продается.